Пока россияне отдыхали, оперативные службы работали. В период новогодних каникул особенно напряженно трудились пожарные. За 11 праздничных дней они выезжали на тушение 9 пожаров, в которых пострадал один человек. Кстати, в этом году возгораний от обращения с пиротехникой не было. Пожары в основном у нас были в жилом секторе, в частном жилом секторе. 90% причины из пожаров – это нарушение печного отопления. Гибели допущено не было. Пострадавший у нас был на пожаре в городе Крысзаводск, в многоквартирном жилом доме, отравление угарными газами. Получил мужчина. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. За период минувших праздников на дорогах, которые обслуживает Сергея Упасадская ГИБДД, было зарегистрировано 59 дорожных происшествий без пострадавших. Однако в новом году избежать тяжелых последствий не удалось. 1 января около 8 часов вечера на автодороге Пересвет-Сватково легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус. Произошло столкновение автомашины «Фольксваген» и пассажирского автобуса. По данному факту проводится проверка по установлению истинных причин случившегося. В результате этого происшествия водитель автомашины «Фольксваген» погиб на месте ДТП. Были пассажиры в автобусе. Что с ними? Пассажиры находились в транспортном средстве, именно в автобусе, но травм они не получили. В период новогодних и рождественских праздников на номер 112 поступило более 8 тысяч звонков. Это на 80% больше, чем в 2020 году. Специалисты Единой диспетчерской службы принимают экстренные сообщения и координируют работу оперативных служб. С декабря 2020 года, согласно указаниям правительства Московской области, заработала программа переадресации звонков 101 на номер 101, 102, 103, 104. К примеру, если человек позвонил на номер 103, и звонок остается неотвеченным в течение 15 секунд, происходит автоматическая переадресация на единый номер 112. С 31 декабря по 10 января самое большое количество звонков по номеру 112 было в адрес скорой медицинской помощи. За 11 праздничных дней поступило более 3,5 тысяч обращений. А это почти в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События». Кирилл Емельянов. Программа «События».